использования космических данных дистанционного зондирования. И первый доклад посвящен опыту применения малого космического аппарата АЭС-2Д. Нужно сказать, что сейчас одна из тенденций развития космических средств дистанционного зондирования это использование малых аппаратов и группировок малых аппаратов. Поэтому для доклада на эту тему слово представляется Федосееву Александру Андреевичу, начальнику сектора РКС «Прогресс». Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю организацию, чтобы было вначале понятно, Самарский ракетно-космический центр «Прогресс», который входит в состав госкорпорации «Роскосмос». Наше предприятие имеет два основных направления производства, разработки и производства. Собственно, это космический аппарат строения и ракеты-носители. Но чтобы было понятно, сейчас все пилотируемые запуски обеспечиваются нашими ракетами. В первом докладе, который Александр Зайчко представил о группировке российской и упоминал там ресурс P-группировку, состоящую из трех аппаратов в настоящее время, она тоже разработки нашего предприятия. Космический аппарат АЭС-2Д является экспериментальным и опытно-технологическим демонстратором. Это инициативная разработка нашего предприятия. И он был запущен в 28 апреля текущего года в ходе первой пусковой кампании с нового космодрома «Восточный», опять же, с помощью нашей ракеты «Союз-2», блоковое ведение «Волга», разработки РКЦ «Прогресс» совместно с космическим аппаратом «Ломоносов», разработки корпорации «ВНИЭМ». Мы являемся его разработчиком, в настоящее время оператором, занимаемся его управлением, обработкой информации, получаемой с этого аппарата. Ну и дальше планируем, если проект будет развиваться, эту информацию распространять и предоставлять. Значит, основные цели этого проекта были. Это, в первую очередь, отработка и демонстрация новых технических решений, развитие и сертификация специального оборудования, целевой аппаратуры, программно-технических средств, а также отработка методов съемки и методов обработки информации, получаемой в тепловом инфракрасном диапазоне. Также запланирован у нас ряд научных экспериментов. Здесь мы тесно взаимодействуем с нашим Самарским университетом. Они являются разработчиком практически всей научной аппаратуры. Ну и вот эту вот всю отработку и процесс проектирования мы, в общем-то, сочетаем с образовательным процессом и готовим совместно с университетом специалистов для нашей ракетно-космической отрасли. Общий вид аппарата представлен на слайде. Все характеристики на следующем основные. Сначала расскажу несколько слов про целевую съемочную аппаратуру, потом пару слов про научную аппаратуру. Значит, аппарат находится, запущен на солнечно-синхронную орбиту высотой 490 километров. Разрешение на местности на данный момент, которое подтверждено не хуже 2,5 метров в панно-хроматическом режиме и около 6, и лучше не хуже 6, в мультиспектральном режиме, в трехспектральном диапазоне видимой части спектра. И есть еще режим съемки в тепловом и инфракрасном диапазоне 8-14 микрометров с проекцией пикселя 122 метра и полосой захвата порядка 55 километров. Полоса захвата у аппаратуры видимого диапазона спектра 40 километров почти. Скорость передачи информации на Землю 150 мегабит в секунду. Срок активного существования запланированный 3 года, так как аппарат у нас опытный технологический, и масса аппарата чуть менее 550 килограммов. Но тут стоит отметить, что ряд требований, ряд характеристик к аппарату на стадии его проектирования и разработки не предъявлялись просто. И некоторые не указаны. Но в процессе летных испытаний, а летные испытания у нас еще продолжаются, как минимум до конца этого года, мы обнаружили, что непредъявленные характеристики, их можно, в общем-то, как-то образмерить и сформулировать им, определить даже границы и дальше писать в описаниях нашего аппарата. Целевая съемочная аппаратура представлена оптико-электронной аппаратурой видимого диапазона, которая состоит из оптико-механического блока и оптико-электронного блока, представленного оптико-электронными преобразователями. Позволяет проводить съемку в панхроматическом режиме и мультиспектральном видимого диапазона спектра с разрешением, соответственно, 2,5, не хуже 2,5 и 6 метров, соответственно, с высотой 490 метров. Значит, построена она на базе оси-симметричного зеркально-линзового объектива с максимальным углом поля зрения и минимальными массогабаритными характеристиками. Состоит из двух узлов. Это первозеркально-линзовый объектив, который состоит из корпуса основного оптического элемента и дополнительного, и с перемещаемым, ну, с механизмом принудительной фокусировки, так сказать, и фокальный узел. Дальше комплекс оптико-электронного оборудования, он состоит из оптико-электронных преобразователей панхроматического диапазона и мультиспектрального диапазона, источника питания, комплекса оптико-электронного ИК-диапазона, бортового запоминающего устройства и радиолинии передачи целевой информации. При съемке в тепловом инфракрасном диапазоне в том числе предусмотрено проведение экспериментов по отработке применения специальных микробалометрических фотоприемников, которые, как мы полагаем, впоследствии можно будет устанавливать на линейке малых аппаратов, потому что они не требуют охлаждения. С использованием данной аппаратуры теплового ИК-диапазона планируется в том числе попробовать обнаружить обнаружение малых очагов пожаров, что актуально для нашей страны. Ну, теперь пару слов о научной аппаратуре, размещенной на борту малого аппарата АИСТ-2Д. Это датчик массоспектрометрический ДМС-1. Он был разработан и целью этого эксперимента является изучение влияния факторов космической среды на конструктивно-технологические элементы аппарата. Датчик частиц ДЧ-1 разработан для проведения экспериментов, связанных с исследованием деградации элементов аппарата, оптических элементов целевой аппаратуры, деградации под воздействием условий космического пространства. Оборудование Метеор-М разработано для измерения характеристик и измерения влияния микрометеоритов и малых частиц космического мусора, которые летают в околоземном космическом пространстве. Эксперимент по микроускорениям. То есть это компенсатор микроускорений, который разработан для возможного последующего использования в малом космическом аппарате строения, в системе управления движением. Ну и две научных аппаратуры, на которых подробно не буду останавливаться. Это научно-технологическая аппаратура и комбинированная специальная аппаратура для изучения волоконно-оптических датчиков. Значит, на данном слайде представлена кооперация разработки данного аппарата. Она несколько отличается от кооперации, которая была использована при создании аппаратов по заказу Роскосмоса. Наземная инфраструктура. Наземная инфраструктура представлена наземными средствами приема, обработки и управления космическим аппаратом. То есть, во-первых, это наземный комплекс управления аппаратом. Он у нас сосредоточен на предприятии. Это комплекс радиотехнических средств приема информации, комплекс обработки информации, где реализован полный цикл обработки целевой информации, начиная с восстановления и заканчивая стандартным продуктом. Здесь концепция у нас использована и заложена такая же, что и для обработки информации получаемость больших аппаратов типа Ресурс-П. Дальше комплекс хранения и информационного взаимодействия, хранения информации в смысле, и центр пользования научной аппаратуры. Вот они так связаны между собой и предусмотрено взаимодействие с внешними абонентами, в частности, с университетом, с нашим Самарским. Несмотря на то, что в настоящее время продолжаются летные испытания, во время них мы попытались использовать эту информацию и пилотной площадкой определили наш самарский регион. Ряд из тематических задач уже на сегодняшний день, в общем-то, решаются в масштабах региона. Ну, например, актуальные задачи – это обнаружение мест незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых, обнаружение мест складирования твердых бытовых отходов. Тоже в последнее время активно взаимодействуем с Федеральным министерством чрезвычайных ситуаций, актуальная задача – обнаружение очагов лесных пожаров. В частности, тут представлены примеры обнаружения в Ямало-Ненецком автономном округе летом текущего года. Ну и дальше приведу примеры образцов снимков с АЭСТа, полученных в октябре текущего года, незадолго до нашей конференции. Визуальные снимки высокого качества. Ну и наше с вами место проведения конференции «Агро». Съемка 20 октября текущего года. В заключении хочется сказать, что в настоящее время на этапе летных испытаний данного аппарата разрабатываются и преодолеваются те ограничения, которые были заложены ранее, определяются конечные тактико-технические характеристики изделия и выявлен некий потенциал по использованию этой информации для практических целей. В числе достижений реализована возможность отклонения по крену на углы плюс-минус 45 градусов. Сначала такой возможности не было заложено в принципе. И осуществляется сейчас взаимодействие с потенциально заинтересованными организациями, которые могут использовать эту информацию, такие как МЧС России, Министерство сельского хозяйства России, региональные министерства и ведомости и некоторые коммерческие организации. Ну и в заключение пару слайдов о перспективе развития этого проекта. Во-первых, мы планируем проект развивать в виде платформы маломассогабаритной, на базе которой можно построить аппараты с целевой нагрузкой, с целевой аппаратурой различного назначения, группировку на их основе. Вот в качестве примера можно видеть научную аппаратуру, модернизированную аппаратуру высокого разрешения и инновационную аппаратуру, гиперспектральную, модернизированную аппаратуру широкозахватную. Возможные конфигурации аппарата на базе платформы АС-2Д. Это вот так же модернизированная оптико-электронная аппаратура высокого разрешения с разрешением 1 метр, полосой захвата 35 километров, модернизированные Авроры, две модернизированных Авроры с полосой захвата 40 километров и с пространственным разрешением порядка полутора метров. Ну и космический аппарат для картографирования с двумя Аврорами и лидаром тоже в виде проекта. У меня все. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Спасибо большое за интересный доклад и за аккуратность во времени. Вопросы, пожалуйста. Илья Юдин, компания Digital Lab. Скажите, а вот идеи по коммерциализации у вас есть какие-то этих данных? Потому что, видно, данные хорошие и если будет группировка, то, наверное, и производитель будет высокая. Что вы думаете по этому? Идеи по коммерциализации у нас есть. Сейчас мы как раз разрабатываем некий бизнес-план, который касается развития и этого проекта, и последующего. И, в общем-то, на данный момент мы открыты для сотрудничества. Сотрудничество с потенциально заинтересованными дистрибьюторами, операторами, но и в части кооперации на развитие этого проекта, на создание в дальнейшем линейки малых аппаратов на базе платформы Аист. В продолжение тогда вопроса. Вот вы сказали, что это инициативная разработка. Следует ли отсюда, что права на данные принадлежат также вашему предприятию? Да, мы в сентябре месяце официально зарегистрировали права за собой и действительно принадлежат нашему предприятию. То есть покупать данные можно у вас? Да, покупать можно у нас, если мы договоримся об их продаже, реализации. Само само, разумеется. Еще вопрос, пожалуйста. Ну, наверное, все понятно. Спасибо тогда еще раз. Спасибо. 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 Спасибо.